Здравствуйте дорогие мои друзья! Я вас отвидеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами рассмотрим ещё одну классическую сборку из времён 2010-х годов. И называется она Windows XP Game Edition. Но перед тем как мы начнём, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, раскрыть о своём канале своим друзьям и положительно покомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чайок с эмочеком и погнали! Будет очень интересно! Загружаемся с установочного диска данной сборки. Данная сборка не просто так названа Windows XP Game Edition. Эта сборка была создана для слабых компьютеров, которые не могли нормально тянуть обычную Windows XP SPC 3. И вот в 2010 году команда разработчиков под названием VTKTM, вот так как-то вроде называлась команда разработчиков, решила создать быструю, суперлёгкую Windows XP, которая будет быстрее работать, чем обычная Windows XP. Вот как-то так объяснил я суть данной сборки. Здесь ничего прям интересного вы сейчас не увидите. Это у нас этап копирования файлов, разметка диска и так далее и тому подобное. Этот этап я целиком показывать не буду, поэтому я пока поставлю запись на паузу, а потом я её включу снова, когда закончится этап копирования файлов. Копирование файлов успешно закончилось, и у нас тут появился загрузочный экран в стиле Windows Vista, только Progress Bar полностью оранжевого цвета. И появляется вот такой красивый графический инсталлятор. Сразу заметно, что он полностью изменён. А также изменены некоторые надписи, а именно Windows XP Professional SPC 3 Game Edition 2010. 2010 это год сборки. И кстати легендарная обоина, где внизу травка, сверху небо и Microsoft Windows. И логотип Windows XP, причём посередине чёткий логотип, и размытые такие же логотипы сзади. Итак, уже пошёл процесс установки устройств в систему. Я целиком этот этап также показывать не буду, потому что тут практически ничего интересного вы не увидите. Установка как установка. Тут ничего сверхсноксшибательного не будет, поэтому я включу запись сразу после того, как закончится установка операционной системы. Графический этап установки прошёл успешно, и идёт уже загрузка операционной системы. Появился курсор из Windows Vista CR7, и появился экран приветствия. Обоина это Аврора. Та самая легендарная обоина. Логотип Microsoft Windows XP. И единственное, что я, брат, заметил здесь, это отсутствуют какие-либо надписи. То есть сейчас ты не поймёшь, что происходит. Но сейчас происходит, насколько я понимаю, применение параметров компьютера, так как здесь идёт автоматическая установка операционной системы. И почему-то не запустилась первоначальная настройка. Я, скорее всего, думаю, что она вырезана. Потому что в данной сборке что-то ещё вырезано. Мы с вами это увидим. Загружается рабочий стол. И смотрите, у нас тут значки телевисты CR7. Также у нас тут панель задач, полностью похожа на Vista. Хотя это не точно не Vista. На самом деле, это просто тема, которая стивилизирует дизайн Windows Vista. Ладно, давайте мы установим сейчас сюда виртуальные драйвера Viamwari Tools, чтобы нам было легче работать с данной сборкой. После установки я перезагружу виртуальную машину. И мы с вами уже начнём обзор данной сборки. Вот вы уже видите Viamwari продукт Installer. Инсталлер, точнее. Что это означает? Это означает, что прямо сейчас устанавливаются виртуальные драйвера Viamwari Tools. Ну что ж, я уже успешно установил виртуальные драйвера на данную сборку. Разрешение экрана я уже поменял за кадром, чтобы, как говорится, не томить. Итак, давайте с вами взглянем на рабочий стол. Красивая, ребята, обоина. Тема здесь, кстати, в стиле Windows Vista. Если мы посмотрим свойства экрана, то мы обнаружим, что только тут две темы в системе установлены. Это цветная схема Aero и классическая, ребята, тема. На вкладке рабочий стол фоновый рисунок только один. Заставок никаких нету, только чистый лист. В афомении только классический стиль и сама цветовая схема Aero. И параметры, но параметры тут идентичные, как и в обычной XP. В свойствах системы, если посмотреть, то мы с вами увидим следующее. Microsoft Windows XP Professional Service Park 3 Game Edition 2010. И смотрите, ребята, логотип, который вы можете увидеть при запуске Windows Vista. Мой процессор определился корректно. Intel Celeron N4000 и КПУ. Так, частота 1,09 гигигерца. И информация, ребята, о сборочке. Так, посмотрим, что у нас в меню пуск. А в меню пуске, смотрите, программ практически в системе никаких нету. Остались только Paint, блокнот, калькулятор, командная строка, подключение к удалённому рабочему столу и программа-проводник. Служебных тоже мало. Утилит осталось. В связи всё осталось как есть. А в развлечениях нету здесь звукозаписи и нету даже, ребята, проигрывателя Windows Media. Ну, либо он здесь есть, но он просто где-то спрятан. Пунктов тоже достаточно мало. Браузер. Здесь только, здесь нету Outlook Express, но есть только, ребята, Internet Explorer. А Internet Explorer тут у нас, ребята, девятый, по-моему. Ой, нет, не девятый, а седьмой, ребята, версии. Такая версия есть в Звере. Если не ошибаюсь. Также у нас открылся сразу, ребята, какой-то веб-сайт. Это, скорее всего, официальный сайт данной сборки. Тут больше ничего интересного вы не увидите. И шаг, как и шаг. Поддержка этого браузера, кстати, уже давно прикатилась. А именно, 15 июля 2022 года. Так, в моём компьютере, смотрите, только отображается жёсткий диск C и дисковод. Всё. Нету здесь папок. По типу, там, документы мои, общие документы и так далее. Тут заменён интерфейс проводника. Он прямо очень сильно напоминает писту. Реально. Здесь ещё нету, ребята, такого квадратика, где белый фон и логотип Windows. Его, кстати, тоже нет. Кстати, я сейчас немножко окно подвину, чтобы вам показать. Вот. Надеюсь, вам видно. Так. В свойствах системы ничего прям такого интересного. Тут ещё, кстати, если ввести команду Winver или справка о программе делать, то у нас тут, смотрите, Windows XP Game Edition. Вот такой вот красивый баннер и такой логотип. Прямо огонь сзади, буква G. Game Edition. Супер-быстрая операционная система. Значки, как я уже сказал, тут заменены. Подключение тут к интернету, естественно, есть. И не более того. Проиграть в Windows Media, возможно, был удалён. Давайте посмотрим поиск. Смотрите, ребята, а поиск классический. Как в Windows 95, 98, 2000-минде. Здесь нету того самого поиска и нету той самой ребята-собачки, скрепки, волшебника, Сан Саныча и многих других обмененных персонажей. Проиграть в Windows Media, возможно, в системе есть. Да, так и есть. Вот он, проиграть в Windows Media, возможно, он и работает. Работает! Это одиннадцатая версия проигрывателя Windows Media. Чистая одиннадцатая версия, которая как раз поставлялась в комплект с Windows Media. Многие её не особо любили. По различным причинам. Много кушал, тормозил и так далее и тому подобное. И мне больше в этой системе, правда, показать нечего. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что это будет самый короткий обзор в какой-либо сборке на моём канале, потому что тут много чего вырезано в этой сборке, тут прям ничего интересного вы, к сожалению, не увидите. Вот такая вот, ребята, сборочка. Нету дальше смысла тут ничего показывать, так как ничего интересного вы больше, к сожалению, не увидите. На эти чудесные и классные ноти каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мольте руки с мылом и будьте самыми клёвыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, расскажите о моём канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забудьте по возможности или по желанию поддержать мой канал донатом, или же это сделать в сервисе Boosty. Те ссылочки будут в описании под этим видео. Также в описании под этим видео я оставлю ссылки на социальные сети, где я есть, где вы можете там за мне, например, задать вопрос или пообщаться даже со мной. В общем, все ссылочки в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.